Радислав, здравствуйте! Я проснулся и почувствовал, что я знаменит. Я еще не проснулся и еще не почувствовал, что я знаменит. И скажу больше, едва ли 1% населения хоть как-то может со мной пересечься. Это все-таки популярность в узком кругу, в довольно узком кругу. И несмотря на то, что на тренинге собираются сотни людей, а тысячи получили приглашение и могли бы поучаствовать, несмотря на это, это все-таки подавляющее меньшинство людей. Ну вот скорее как раз говорю про этот узкий круг, в котором вы известны и занимаете самые высокие позиции. Если я не человек шоу-бизнеса, то у меня нет возможности столкнуться с какими-то проявлениями этой известности, популярности. Узнают люди, обращаются по имени, такое бывает, но я думаю, что гораздо реже, чем у популярных актеров. Просто потому что качество аудитории моей таково, что люди, даже узнав, не подойдут и не скажут, не проявят никак этого. И это часть культуры. Мне повезло, что моя аудитория, это аудитория, ну скажем, на верхних этажах в целом и культуры, и развития. Поэтому я меньше сталкиваюсь с проявлениями этой популярности. Хотя, безусловно, она есть. Для меня важно. Важны изменения, которые происходят у людей. И письмо, в котором человек расписывает, я был на вашем тренинге, сделал то, 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 получил это, это, это. Оно гораздо важнее, чем увидеть свое имя на обложке глянцевого журнала. Вот ей-богу, это трудно поверить, но это так, потому что это было и потому что я этим уже переболел. Аудитория. Вы даете довольно большое количество тренингов, семинаров, выступлений. Вы для себя ее как-то дифференцируете? И есть ли аудитория, к которой хотелось бы вернуться? Есть аудитории, которые попадают на тренинг случайно, корпоративные группы из, скажем, кадрового резерва. Люди, которые не имеют в практике лидерства, менеджмента, управления, ответственности за большие групповые задачи. И тогда для них, вот тренинг, который я готовлю, для них не резонирует в опыте. И поэтому им может казаться, что о чем-то речь, о таком отвлеченном идет. Люди же, которые приходят на тренинги по своей воле, которые сами оплатили свой билет, сами решили вот так провести выходной или рабочий день, с ними проще, потому что то, что я говорю, они кивают, они точно, да, есть такое дело. Но это совершенно другая работа, не есть на что опереться, на опыт этих людей. Поэтому для меня хорошая аудитория – это аудитория с опытом. Это аудитория людей зрелых, людей бизнеса. С этими людьми я понимаю, о чем говорить, потому что сам такой. И в известной степени зрелый, и человек бизнеса. Ну вот вы сами же сказали о резонансе. Все-таки ваши тренинги, они дают конкретные навыки, или все держится на сильной мужской энергетике? И не первое, и не второе, потому что за один день навыки не приобретаются, не передаются. На это даже и двух дней, и трех дней недостаточно. Для этого нужна целенаправленная работа с каждым человеком, конкретно и так далее. У меня цель не навык. Цель любого тренинга – это изменение поведения человека. Можно изменить поведение через отработку какой-то модели поведения. Но это скорее актуально для продавцов, для презентаторов, для переговорщиков. Там отрабатываются алгоритмы поведения. Лидерство же – вещь не алгоритмизированная в принципе. Поэтому и говорят, искусство управления, управленческое искусство. Здесь очень много вещей, которые невозможно прописать. Если сделаешь так, то получишь это, как хорошую картину. Нельзя сказать – нарисуй вот это, вот так, и она стопроцентно будет шедевром. Поэтому моя задача – действовать по-другому. Не алгоритмизируя и прививая навык, изменяя мышление. Я не могу изменить за человека мышление. Не могу влезть в его голову и поменять способ мышления, картину мира, философию человека. Но человек сам на тренинге расширяет представление о возможностях, избавляется от каких-то негативных установок, добавляет новые. Он сам решает и, безусловно, меняет свое поведение. Если мы изменили личностную структуру человека вместе с участником самим, то его поведение меняется. Сколько для этого нужно времени? Сколько должно быть людей в зале? Это не имеет значения. Одна фраза может изменить жизнь человека, правда? Одна фраза, сказанная вовремя, когда она зрела, может изменить установку. А изменится установка, изменится поведение, изменятся результаты. Все вас спрашивают о том, как вы восстанавливаетесь после тренингов. Но вот как раз к предыдущему вопросу хочется спросить, как вы готовитесь к ним. Потому что тренинги проходят в самых разных регионах России и не только России. И при этом всегда нужно наверняка вписаться в ситуацию, в обстановку, в атмосферу, в бизнес-климат. Как подходите к подготовке? Я бы сказал так. На нашей территории осталось мало городов, где бы я ни бывал. И в известной степени подготовкой явились вот те поездки. Хабаровск я знаю довольно хорошо и много было. Узнаю здесь места в городе, примерно чувствую атмосферу. Но с другой стороны, главное, это атмосфера в самой аудитории. А она проявляется уже через несколько минут. У меня начало тренинга, первые три минуты тренинга, они дают ясно понять, чего можно ждать дальше и как в соответствии с этим вести себя. Никакой особой подготовки к тренингу нет. Он отработан, он много раз проводился. Но правда, сегодня я сказал что-то, чего не говорил раньше. Какие-то мысли посетили в момент произнесения. Это очень важно, потому что мышление, на мой взгляд, это не продукт размышления, это продукт говорения. Когда мы высказываем мысль, она у нас обретает форму. Но, к сожалению, большая часть этих мыслей теряется потом. Сказал, улетучилось, забыл. Но это не важно. Главное, что она произнесена была в тот момент, когда нужно. Восстановление после тренинга. Вы знаете, мне кажется, что любимое дело, это такой способ восстановления, что другого не нужно. Но большинство людей в хобби обретают восстановление затраченных на работу сил. В моем случае работа и берет у меня силы, и возвращает. Особенно, когда я вижу, что люди получают что-то нужное. Ощущение нужности, важности того, что делаешь, оно возвращает. Ну и, конечно, творческий накал, в котором проходит наша работа, должен сказать, что объем информации, которую мы прокачиваем за день, это, не знаю, для многих людей это годы опыта, годы чтения, годы освоения информации. А может быть, и ни за какие годы это невозможно. Очень плотно, очень там собрано, одно в другое, одно из другого, все логически связано. Человек идет очень быстро, быстро, быстро. Колоссальные объемы. И мы с этим работаем, и я не знаю, я в состоянии вдохновения. Это само по себе источник энергии. А как пришли к такому балансу? Опыт. Многолетний опыт. Как вы знаете, человек за рулем автомобиля, если опыта недостаточно, может чувствовать напряжение, и через два часа езды по городским пробкам он может быть совершенно обессиленным. А другой человек, у которого достаточно опыта, который чувствует себя за рулем автомобиля уверенно, для него наоборот, для него машина это источник наслаждения, он может за рулем отдыхать, он может трудиться весь день, а потом сесть за руль, чтобы восстановиться, еще делать пару лишних кругов по городу. Вот так и в любом жанре ораторского искусства. Если ты владеешь умением держать внимание аудитории, направлять аудиторию, владеешь словом, то тогда, конечно, само говорение уже награда. Ты получаешь удовольствие и хочешь, чтобы это никогда не кончалось. Поэтому я пришел через опыт и через изучение ораторского искусства. По большому счету, это ведь тренинг только условно. На самом деле, это мое говорение больше, да, и реакция аудитории, иногда обсуждения, иногда какие-то упражнения, но по большому счету, говорю, большую часть времени я. А сейчас опыт единственный источник новых знаний, самоанализ, или все-таки продолжаете учиться, если да, то у кого или у чего? Продолжаю учиться, это бесконечный процесс, перманентный процесс обучения. Не далее, как вчера я читал книгу узкоспециальную, и с ней я, собственно, и в постель лег с этой книгой, и закончил главу, и лег спать. И сегодня утром я проснулся, я что-то прочитал, пошел по каким-то ссылкам. Я хожу на тренинги для тренеров иногда. Мне очень интересен опыт коллег, я всегда их слушаю, всегда делюсь с ними, и прихожу, когда есть время, а когда нет, я стараюсь выкраивать, приходить на всякие профессиональные тусовки тренерские. Но ведь тренерством не исключается, не исчерпываются те знания, которыми мне нужно одевать. Всегда литература по психологии, всегда литература по философии, всегда художественная литература, между прочим, источник всевозможных метафор, мыслей. И это расширяет словарный запас, что ли, да, сделать более богатым язык, да, это пища. Я читаю, смотрю, мне иногда концерт Робби Вильямса живой, да, может дать больше, чем книга по специальности. Я вдруг увидел какую-то фишку, какую-то манеру работы с аудиторией интересную, получил вдохновение от того, что увидел, как человек работает с залом, насколько он мощен, да, ну и так далее. Источники вдохновения, информации, мыслей, чувств, они повсюду, ну, главное их впитывать, не закрываться для них. Хотя я понимаю, что у меня график очень напряженный, и мне так много на это остается времени, но я стараюсь использовать каждую минуту, дорожить каждую минуту. Вот если останавливаться на чтении, я знаю, что часто очень в финале ваших тренингов вы даете совет начинающим предпринимателям прочитать Гоголя «Мертвые души» как самое... Пособие по предпринимательству. Да, самое-самое пособие предпринимательства. Если остановиться немножко детально, на что нужно в первую очередь обратить внимание, на чьи фигуры, это Чичиков или это все его оппоненты? На отрицательных примерах мы учимся лучше, чем на положительных, поэтому нужно посмотреть на поведение тех людей, как на стратегии предпринимательства. Может быть, стратегия предпринимательства, как Руссо Пакевич. Все основательно, по плану, долго, но, к сожалению, на одном месте. Может быть, как у Манилова. Все время придумывать какие-то планы, какие-то идеи, но не приступать к их реализации. Может быть, как у Ноздрева. Сломя голову, браться за проекты, терпеть крах, оставаться в долгах, закрывать предприятия, хвататься за новое, за тобой гоняются проверяющие органы и так далее. Можно быть, как коробочка, тупить всю жизнь и, в общем, так не сдвинуться с мертвой точки. Можно быть, как Плюшкин, кстати, собирать активы, собирать бухгалтер, тщательно собирать, считать денежки, не тратить лишнего, не допускать перерасхода на рекламу и маркетинг, не инвестировать в обучение персонала, ценить каждую копеечку, не брать с рынка дорогих специалистов, собирать вокруг себя только таких дешевеньких, дешевеньких, ну и превратиться, как у Плюшкина, в хаморку ваш бизнес. А можно, как у Чичиков, взвешенно, смело, прямо скажем, персонаж отрицательный у Гоголя. Трагедия в том, что человек предприимчивый в той среде, в которой он существовал, не имел шансов на развитие. И предпринимательство, предприимчивость Чичикова вылилась в такие странные полукриминальные формы. По большому счету, Чичиков как модель предпринимательства, она может быть принята без того морально-этического компонента, естественно. Живо, активно, сосредоточено, настойчиво, развивая коммуникативные навыки, смело, ну и так далее, и так далее. Ну, масса есть компонентов, которые могли бы быть хорошим примером предпринимателю. Но, повторю, конечно, с другими целями, с другими задачами, другими способами. Ну, вот вы сейчас сказали о том, что тогда не было возможности быть предпринимателем. Бытует мнение, что сейчас нет возможности. В одном из своих интервью вы говорите, что вы с этим не согласны, что как раз иностранцы дают в Россию развивать бизнес. Так в чем преимущество начального бизнеса в России? Все прекрасные возможности для бизнеса, огромные возможности. Рынок забирает все, только дай. Конкурентная среда крайне слабая. Люди, которые говорят, у нас на нашем рынке такая жестокая конкуренция, они ничего не знают о конкуренции, они не жили в странах, где конкурентный рынок. Но у нас условий нет. У нас государство не создает для бизнеса условия. У нас людей, которые получают зарплату за то, что они мешают бизнесу гораздо больше, чем те, кто помогает. Условий нет, а возможности навалом. В странах развитых ситуация обратная. Очень много условий. Вам дадут на три года офис бесплатно, вам дадут бесплатного бухгалтера или предоставят юридические консультации. Вашу компанию зарегистрировали за 40 минут, и при этом вы не имеете шанса сделать ошибку у учредительных документов, потому что специальный чиновник проследит, чтобы у вас все было оформлено правильно. Будут как цветочек за вами ухаживать, но возможностей нет. В итоге цветочек завянет, потому что... Цветочек завянет, потому что переоценил свои возможности, потому что возможностей не так много на рынке. Но по большому счету их можно найти. Конечно, появляются новые компании, новый опыт. Это не значит, что ситуация фатальная, абсолютно напрочь и так далее. Но люди, которые говорят, вот посмотрите, как на Западе цивилизованно все выглядит, оно выглядит цивилизованно, там другая конкурентная среда. Я считаю, что сегодня в России, если ты изловчился, если ты понял механику, ты можешь открывать новый-новый бизнес, инвестировать, развивать его и так далее, и так далее. Нет условий, но мы же не рассчитываем. Мы разве привыкли к тому, что с нами возятся как с тепличными цветами? Мы привыкли быть предоставлены сами себе, привыкли никого надеяться, сами становиться на ноги. И мы привыкли так учиться, так любить, так вести дела, вопреки, вопреки, вопреки. Если говорить о предпринимательстве, то оно с возможностями и без условий, или с условиями, но без возможностей, это в любом случае риск. А в вашей жизни и в вашей работе риск это что? И как вы к нему относитесь? И в каких условиях вы на него пойдете? Я пойду на риск в любых условиях, я в нем живу постоянно. Вообще вся моя работа это риск. Каждый раз, выходя к аудитории, я рискую, потому что в зале могут оказаться люди с противоположной точки зрения, пришедшие похулиганить, или люди, которые категорически не привыкли то, что я говорю, и так далее. Но этот риск существует. Более того, я ведь человек бизнеса не только потому, что я говорю о бизнесе, а потому что я делаю бизнес. У меня на сегодняшний день 9 предприятий. Ну точнее, на сегодняшний момент их 6, потому что там разные переуступка имущественных прав, выход из одного проекта, вход в другой, вхождение в другой. По большому счету сейчас 6 предприятий, в которых есть мой капитал. Я учредитель компании, я никогда в последнее время не являюсь оперативным управляющим, этим занимаются другие люди, но это тоже риск. Мы открылись в новом регионе, даже в новой стране. Я был уверен, что прокатит. А мои партнеры уговаривали меня не инвестировать деньги, говорили, не пойдет. Но я сказал, я буду это делать с вами или без вас. Они сказали, окей, мы поддержим. И проект, окупаемость его лет 5 получился. А это критически много, это считайте, что это провал. 5 лет окупаемость в наших условиях, при таком объеме инвестиций, это провал. А в России мы сделали такой же проект. У него срок окупаемости 2 года. И это успех. Мы рискнули, рискнули. Я не жалею. Хотя, конечно, я задумываюсь, а что было бы, если бы они меня уговорили. Я бы сохранил капитал, инвестировал бы в другой проект, более прибыльный. Я получил опыт. Если бы я не сделал этого, я жалел бы. Риск, такая интересная составляющая нашей жизни, интересная составляющая этой игры на деньги, в которой игра важнее, чем деньги. Какая игра обходилась без риска? Чем больше риска, тем интереснее игра. Если только риск не фатальный. А вы, кстати, фаталист? Нет, а я не фаталист. А я не фаталист. Я не считаю, что все на роду написано, что все, как считают и Венкой, по-моему, да? На обратной стороне лобной кости написана вся наша жизнь. Когда человек спит, он читает, что там план на следующий день и действует соответственно. Я не фаталист, конечно. Ваши партнеры, ваша команда. Вы очень много хорошо от них отзываетесь. Говорите о том, что практически все делается без вашего участия. Вы просто идите на тренинг, проводите его. У вас заказаны билеты, гостиница, все до мелочей. Тем более, что мелочам вы уделяете очень много внимания. Даже не как удалось собрать такую команду, да? А заменимы ли эти люди? Знаете, одна из самых вредных установок заключается в том, что существует какой-то один, единственный, суженный вам человек, с которым вам обязательно нужно встретиться, построить счастливую жизнь. Что существует некое предназначение, ваше единственное в этой жизни, которое вы обязательно должны реализовать, и вы несчастны, если вы этого не сделали. Человек может проявить себя в массе разных ситуаций. Он может смолить лодку в Бразилии и чувствовать абсолютный кайф. И этот же самый человек, рожденный в других условиях, может стать нобелевским вариатом, посвятить свою жизнь науке. И в той или другой ситуации может быть счастлив. Человек может встретить женщину, там, трижды замужнюю, старше себя, и прожить с ней счастливейшую жизнь, а может жениться на девочке, годящейся ему в дочери, и точно так же прожить счастливую жизнь. У нас есть масса сценариев и масса счастливых и несчастных сценариев жизни с массой других людей. И по большому счету эти люди тоже, наверное, заменимы, и тоже можно было бы создать команду и построить эффективную работу. Дело другое, что я не хотел бы других людей здесь видеть. Как не хотел бы видеть рядом с собой другую женщину, как не хотел бы заниматься другим делом, и не хотел бы, чтобы хлопоты за меня взяли на себя, взяла на себя другая команда людей. Я хочу, чтобы остались эти люди, хотя гипотетически понимаю, что, безусловно, замена могла бы быть. Вы говорите в одном из интервью о том, что часто возникает желание все бросить и начать совершенно другое дело. Да. Что? Что хочется начать, да? Это же такое допущение. Хотелось бы все бросить и начать, Но я не бросаю и не начинаю. Я имею опыт такого полубросания, что ли, не переставая заниматься основным делом, я попытался выйти на телевидение. Меня пригласили телеведущим на ток-шоу, на федеральный канал. И я подумал, что это могло бы стать способом диверсификации таланта, что я мог бы, если я захочу перестать заниматься тренингами, а к тому времени уже накопилась серьезная усталость от этой работы, я мог бы проявить себя на телевидении. Я проработал три с половиной года. Сначала на небольшом московском канале, потом на федеральном. И я понял, что я стал по-новому ценить то, чем я занимаюсь. Это, знаете, как мужчина, который оставил семью, и у него возник какой-то роман на стороне, и он ушел из семьи. Потом он понял, что приобрел он не бог весь что, а потерял он что-то важное и значительное. И я вернулся в профессию, перестал работать на телевидении, и вообще в известном смысле завязал с телевидением. И вот наконец появился кайф, потому что я перестал метаться и думать, что возможны какие-то другие варианты. Писать книги – это не диверсификация таланта. Играть в спектаклях – это не диверсификация таланта. Смолить лодки в Бразилии – наверное, не мое дело. Поэтому я занимаюсь этим, но теперь уже с удвоенным удовольствием. Желание бросить все заняться чем-то другим возникает у меня реже. У вас было желание написать художественную книгу? Было, и оно посещает меня все время. Дело другое, что я воспитан на русской классической литературе, я филолог по образованию, у меня слишком высокие эталоны. И меня останавливает именно это. Хотя я знаю массу людей, которые пишут себе с удовольствием и публикуют. То есть от вас не стоит ждать художественной литературы? Как знать, может быть с годами. Но сегодня, знаете, все большее развитие получает такой жанр, как бизнес-роман, когда ситуация из бизнеса ставится в центр конфликта романа. И вокруг этого развивается и любовь, и дружба, и предательство, и философия, и экономика, и так далее. И человек, прочитавший книгу, получает и наслаждение от того, как наблюдал за развитием сюжета, вдохновение от того, как герой не был сломлен обстоятельствами, так и знание о том, как нужно оптимизировать работу отдела продаж, грамотно поступать с финансами или как осуществлять грамотный рекрутмент. Может быть, в таком жанре, хотя, не знаю, пока он для меня не привлекательен, я остаюсь в рамках бизнес-философской литературы, что ли, скорее, чем бизнес-художественной, потому что в моих книгах всегда есть философская идея, обязательно пронизывающая все произведения от начала до конца, а не только навыки, советы, рекомендации и так далее. Радислав, большое спасибо. Спасибо вам.